На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и вначале коротко об основных событиях четверга. У меня трое детей, я всегда все пачками таскаю документы. Теперь я буду с удостоверением ходить. Очень удобно. Заменит паспорт, полис и банковскую карту. Универсальные электронные документы теперь и в Нефтьюганске. Это действительно мое, что я хочу туда. И что не испугало меня, что там что-то, может, не получилось. Все работы хороши – выбирай. Нефтьюганские старшеклассники узнали, какие специальности могут получить на территории округа. Пришли сюда поддержать детей, которые болеют раком и не хватает денег на лекарства. Подари жизнь! Горожане собрали более 100 тысяч рублей для благотворительного фонда Чулпан Хаматовой. Документы нового поколения. В многофункциональном центре выдали первые универсальные карты. Они заменят весь пакет наиболее важных бумаг, включая паспорт. Счастливыми обладателями электронных документов стали юные горожане – 9-летняя Лиза и 7-летний Руслан. Семь лет назад Лира Кадикова самой первой в городе получила материнский капитал. А сегодня ее дети стали счастливыми обладателями пока что единственных универсальных карт в Нефтьюганске. Многодетной маме они заменят целый ворот документов, которые есть даже у малышей. Свидетельства о рождении, медицинские полисы и пенсионные удостоверения. С этой картой удобно нам ходить, чтобы все документы не брать с собой. Просто у меня трое детей, я всегда все пачками таскаю документы. Теперь я буду с удостоверением ходить. Очень удобно. Школьники, конечно, пока не очень понимают, зачем нужны электронные карты и что с ними делать. Однако им мстит внимание со стороны прессы. Нам дали карту России. Мы в восторге, что получили эти карты первыми и среди детей всех. Пользоваться электронными документами можно уже сейчас. В многофункциональном центре стоит Информат. Это терминал, с помощью которого обладатель универсальной карты сможет получить любые госуслуги. Универсальная электронная карта – это паспорт, только в электронном виде. Поэтому эта карта, она вообще-то карта будущего. То есть она идет с пин-кодом. Естественно, человек может, не выходя из дома, имея компьютер или ноутбук, может заказать как загранпаспорт, купить электронный билет, записаться в очередь в поликлинику. А вот для детей будет, да не только для детей, для взрослых будет удобно. Карты для Лизы и Руслана – это лишь начало. Сейчас многофункциональный центр ждет новую партию универсальных документов. Заявление на их получение вы можете оставить в МФЦ. Для этого необходимо иметь с собой ИНН, пенсионное, страховой полис и паспорт. Если вы хотите оформить карту на ребенка, то свидетельство о рождении. Мария Орехова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к вице-премьеру России Ольге Голодец с письмом, в котором она говорит о нецелесообразности снижения северного коэффициента. По мнению руководителя региона, уменьшение зарплат приведет к социальной напряженности в округе. Напомним, с инициативой об отмене северных надбавок в октябре выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается в его ведомстве. На сегодняшний день районный коэффициент в Югре составляет 1,7, на Ямале 1,8. Если его снизят, надбавка к окладу будет составлять 100%, а не 120, как сейчас. Помешать этому пытаются некоторые профсоюзы. Сургутская организация «Нефтегазстройпрофсоюза» разместила на сайте российская общественная инициатива петицию в защиту северных. Если наберется более 100 тысяч подписей, вопрос о сохранении северного коэффициента будет вынесен на рассмотрение Госдумы. Пока что проголосовало немногим более полутора тысяч человек. Если не попытаться помешать снизить коэффициенты сейчас, потом будет уже поздно, говорят профсоюзные лидеры. Водительские права в России предлагают выдавать с 16 лет. На таким законопроектом сейчас работает один из депутатов от КПРФ, сообщает «Известия». Если документ примут, несовершеннолетние смогут управлять автомобилем, но только под присмотром граждан, чьей стаж вождения превышает три года. При этом выезд на федеральные трассы подросткам будет запрещен. По современному законодательству россияне имеют право учиться в автошколе с 16 лет, но сдавать экзамен только по достижению совершеннолетия. Далее простая экономика. Инфляция в России по итогам года может достичь 9,2%. Об этом заявил представитель Министерства финансов Максим Орешкин. Он пояснил, что инфляционное давление в экономике выросло в последние месяцы. Согласно прогнозам Банка России, повышенный уровень инфляции может наблюдаться до конца первого квартала 2015 года. Затем он начнет снижаться до 6,5%. С начала 2014-го потребительские цены, по данным Росстата, выросли почти на 8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил более 8,5%. Губернатор Тюминской области Владимир Якушев предложил продумать, как компенсировать потери нефтяносных регионов от налогового манёвра. Напомним, в среду президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом манёвре нефтяной отрасли. Он предполагает увеличение ставки на добычу полезных ископаемых в 1,7 раза. Есть опасения, что добывающие предприятия лишатся прибыли, которая является источником инвестиций в отрасль. Это приведёт и к сокращению налоговых платежей в бюджеты регионов, где добывается нефть, отметил Якушев. Так, потери Югры могут составить от 4 до 8 миллиардов рублей. Доходы федеральной казны возрастут в два раза. Россия договорилась с Вьетнамом о поставках деликатесов. В ближайшие пять лет объём взаимной торговли должен вырасти до 10 миллиардов долларов. Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки продуктов из европейских стран. Сложно сказать, смогут ли вьетнамские деликатесы заменить деликатесы европейские. Однако это соглашение способно разнообразить ассортимент фруктов, который сегодня представлен в российских магазинах. Дела земельные. Обучающий семинар для кадастровых инженеров прошёл в городской библиотеке. Повышать квалификацию местных землеустроителей приехали специалисты из Хантамантийска. Специалисты объяснили, как можно сделать работу более эффективной и снизить количество отказов при постановке на учёт недвижимости. Процесс получения кадастрового паспорта обычно затягивают мелкие ошибки в оформлении документов и низкоординированная работа. При формировании пакета документов возникают некоторые рабочие моменты, то есть типичные ошибки разбираются, сейчас вот здесь разбираются. Типичные такие случаи, какие-то проблемы, которые возникают у кадастровых инженеров при подготовке документов. Нередко инженеры сталкиваются с трудностями из-за изменения границ муниципальных образований, поскольку обновлённые карты ещё не готовы. Полезное мероприятие – это даже без сомнения, потому что, во-первых, не всегда можно найти вопросы в каких-то документах, а здесь прямой контакт, прямой вопрос-ответ, обмен опытом. Благодаря подобным семинарам удалось повысить профессионализм кадастровых инженеров округа. Если раньше в реестре отказывали в одном из случаев из пяти, то в этом году удалось снизить эту цифру до 10%. Никита Чебыкин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Без лишних хлопот, приятный сюрприз обнаружили горожане, оформляя в многофункциональном центре «Нефтьюганск» различные документы и справки. Начиная с декабря здесь можно будет получить пенсионную карту Ханты-Мансийского банка. Подробнее о дополнительной функции центра в сюжете на правах рекламы. Ханты-Мансийский банк пошел на встречу своим клиентам и заключил договор с многофункциональным центром. Теперь вы сможете, не отвлекаясь от своих дел, оформить пенсионную или социальную карту, а квалифицированные специалисты помогут правильно заполнить все документы. С момента открытия многофункционального центра количество услуг с 36 выросло до 99. люди, обращаясь, хотят получить все услуги в одном месте. Теперь такая возможность появилась. Мы принимаем заявление на оформление социальных и пенсионных карт Ханты-Мансийского банка. Большим преимуществом пенсионной карты Ханты-Мансийского банка является возможность возврата части потраченных вами за месяц средств. Если вы расплачиваетесь такой картой в торгово-сервисных предприятиях или аптеках, то в конце месяца до 5% от потраченных денежных средств вернется на вашу карту. Также на остаток средств на карте начисляется 4% годовых. Пользуясь пенсионной картой Ханты-Мансийского банка, вы можете не только сэкономить, но и накапливать деньги. Ханты-Мансийский банк – один из крупнейших в регионе. Каждый третий житель является держателем карты этого банка – зарплатной, социальной или пенсионной. Только в Нефтеюганске и районе открыто 10 офисов, установлено 53 банкомата и более 600 посттерминалов, что упрощает клиентам пользование картами. Что касается пенсионного проекта, то около 65% пенсионеров города и района отдали предпочтение именно этому финансовому учреждению. Клиенты доверяют Ханты-Мансийскому банку. Его сотрудники стараются ежедневно улучшать качество своего обслуживания и доступность банковских продуктов. Мария Орехова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Жемчужные Югры отправят 117 тысяч рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь». Напомним, накануне нефтеюганцы присоединились к всероссийской акции «Безумные чаепития», по итогам которой собранные деньги направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Если даже мы с вами сможем помочь одному-двум маленьким деткам нашим, я буду вам благодарен в этом. И мы сделаем действительно благое дело. Создателями благотворительной организации стали известные российские актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун. За 8 лет своего существования «Подари жизнь» помог более двум десяткам тысяч детей с онкологическими заболеваниями. А в честь дня рождения фонда по всей стране прошла благотворительная акция «Безумное чаепитие». Очень правильно, что ребятишек нужно лечить от этой страшной болезни. Соответственно, мы поддержали. И сегодня эта акция получила вот такую поддержку и развитие в нашем городе. Несмотря на то, что в Нефтеюганске эта акция прошла впервые, на нее откликнулись многие горожане. Подала идею «Жемчужина Югры». Администрации «Единая Россия» поддержали. Считаем, что подобные мероприятия очень нужны и важны для нашего населения. Тем более дети – это наше будущее. И мы всеми силами стараемся поддержать и помочь каждому ребенку, который проживает не только в Нефтеюганске, но и на территории округа и России в том числе. Название акции переносит нас в детство в знаменитую сказку «Алиса в стране чудес». Впрочем, на этот раз чаепитие было вовсе не безумным. А вот шляпа тоже присутствовала. «Жемчужину Югры» в этот вечер посетили более 200 человек. Мы хотели, пришли сюда, поддержать детей, которые болеют раком и не хватает денег на лекарства, чтобы прожить долгую, счастливую жизнь. Все гости постарались внести свой вклад в благое дело, кто сколько может и все на добровольной основе. В центре зала стояла специальная прозрачная урна, за заполнением которой каждый мог наблюдать. Нас проинформировали, что такая акция. Мы присоединились с большим желанием участвовать в этой акции. Ну и надеемся, что маленькая наша часть, чем мы можем пожертвовать, поможет детям, чтобы они были здоровы. Деньги в ближайшие дни отправит в благотворительный фонд «Подари жизнь». Всего за два часа удалось собрать более 117 тысяч рублей, почти половину из которых вложили сотрудники «Жемчужины Югры». По мнению участников встречи, подобные акции должны стать внести юганской традицией. Кристина Кочарова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня был первый в этом учебном году актированный день. Напоминаем, что информацию об отмене занятий в связи с низкой температурой воздуха можно получить в эфире нашего телеканала. Утром соответствующая заставка появляется с 6.30 до 7.15. А для учеников второй смены с 12.00 до 12.45. Выбрать профессию. Нефтьюганские школьники посетили Сургутский политехнический колледж, где состоялась региональная выставка-форум образования Югры-2014. В течение двух дней старшеклассников знакомились с тем, какие специальности можно получить в учебных заведениях округа. Профессиональные пробы прошли более 400 старшеклассников из разных городов Югры. Этот сюжет мог бы смонтировать Алексей Лобынцев, но пока он только получает образование. Профессиональным видеоинженером станет лет через семь, когда закончит вуз. По словам девятиклассника, выставка-форум, которая проходила в Сургуте, окончательно расставила для него все точки над «и». Там был манекен. Там был непрямой массаж сердца и искусственное дыхание через марлю. Но у меня не очень хорошо получилось. Не знаю, к радости или к сожалению, но мне не подходит эта профессия. Это я уже понял. Президент нашей страны Путин говорил, что сейчас будут очень сильно отриваться инженера. Вот я иду в этом направлении. Предпочтения Вали Моисеевой в корне отличаются от Лешиных. Поездка в Сургут, где 15 образовательных организаций округа представили свое учебное оборудование, стала для нее решающей. Попробовав себя в роли врача, школьница решила пойти в медицину. Вот это то, что мы делали там, то, что мы дыхание, уколы, остальное, все больше толкает. Это действительно мое, что я хочу туда. И что не испугало меня, что там что-то может не получилось, что-то еще что-то. Это мое, медицина это точно мое. На профессиональные пробы в Сургут ездили 6 девятиклассников и трое восьмиклассников из 14-й школы. Ребята смогли почувствовать себя настоящими сварщиками, а девочки научились делать креативные прически. Главной задачей форума стал поиск новых подходов к профориентационной работе. Это посещение заведений, это психологические тесты, тестирование в том числе и компьютерное. И это, конечно же, классные часы по профессиям, какие бывают профессии, какая еще, знаете, что, как сказать, экономический спрос, что ли, на профессии. Вот я проводила рейтинги профессий, которые необходимы, допустим, в нашем регионе, которые вообще в регионах по России востребованы. Профориентационный форум помог нефтеюганским школьникам определиться не только с профессией, но и с образовательным заведением. Следующие полгода ребята потратят на учебу и подготовку к вступительным экзаменам. Светлана Репесова, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Новые имена. Мы продолжаем серию сюжетов о ребятах, которым есть чем гордиться. Благодаря своим талантам и достижениям они получают высокие награды. Наш следующий сюжет про очень серьезного юношу, с большим багажом знаний и четко поставленной целью в жизни. Геометрия не единственная дисциплина, в которой Влад чувствует себя как рыба в воде. На его счету успешные выступления на многих олимпиадах и конкурсах. Классный руководитель одобряет энтузиазм юного дарования. Влад очень старательный ученик в классе, он умеет себе цели ставить перед собой. Поэтому, конечно, вот такой большой успех у него. Он участник многих городских олимпиад. В прошлом году он победитель городской олимпиады по биологии. Очень призер во многих олимпиадах. В свои 14 он уже твердо уверен в том, что ему необходимо высшее образование. Даже выбрал вуз. Свой взор он обратил на филиал МГУ в городе Севастополе на физико-математическое отделение. Олимпиады всего лишь средства. Прежде всего я считаю, что это очень расширяет мой кругозор и дает хорошие перспективы. То есть в дальнейшем очень поможет мне с выбором профессии. Я сам смогу выбирать из тех профессий, которые не только мне нравятся, но и наиболее полезны для общества и у которых у меня наибольшие успехи. Есть у Влада и особая страсть, которой он посвящает все свободное время. Это чтение. Нередко его можно увидеть в городской библиотеке. Художественная литература, научно-популярные труды и поэзия. Он особо не привередлив в этом отношении. Чтение для меня — это не только познавание чего-то нового. Это для меня, прежде всего, удовольствие для души. Я читаю всегда, когда у меня, как сказать, и хватает времени для этого. Чем больше у меня свободного времени, тем больше я читаю. Книги, в которых содержится кристаллизованная мудрость и опыт великих людей прошлого, помогают ему стать еще умнее. В эпоху всеобщей компьютеризации юноша остался верен старой доброй бумаге. Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, Евгений Трифилов. Телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 2377-47. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова